Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Четвертый день подряд я выпускаю видео, которое начинаю с того, что да, у нас есть позитивные новости. Если в прошлом видео я сказала, что непонятно пока, это позитивная тенденция, о которой объявили, о которой заговорили, она касается неприроста людей, у которых оказался позитивным, точнее результат оказался позитивным на анализ, на мазок о коронавирусе, либо это неприрост по количеству смертей, здесь и сейчас совершенно точно могу сказать, что два источника, причем это разные источники, то есть это разные, скажем так, организации, которые проводят статистические исследования, сказали о том, что мы имеем прежде всего достаточную стабильность и некоторое снижение в отношении уменьшения количества позитивных анализов на, здесь в Италии это называется тампон, в России это называется мазок, на коронавирус. Соответственно вот такая положительная тенденция я очень-очень рада с ней поделиться, но тем не менее уже сегодня я нашла информацию и могу сказать, что я пользуюсь только двумя официальными сайтами. Один сайт, за ним очень сложно следить, потому что там информация выкладывается прямо-таки в хронологии, иногда один час, другой час, то есть информация обновляется, что называется, по мере поступления, иногда за час ты можешь найти очень много заметок, иногда разрыв в статьях, в заметках примерно час. Так вот могу сказать, что поступила другая информация о том, что медики и медико де база, это называется медико де фамилия, то есть непосредственно, как мы говорим в России, терапевт, участковый врач, так вот эта категория врачей заговорила о том, что очень много людей, как прямо-таки прямая цитата, умирают непосредственно дома в своей постели. Этим людям не делается тест на коронавирус и они, скажем так, не входит. Вот в ту печальную статистику, которая сейчас официально ведется. И я думаю, что сейчас ни для кого не секрет, те или иные показатели, которые мы имеем, та или иная статистика, она очень сильно зависит от того, насколько развита система тестов, насколько их много, насколько они точны и так далее, и так далее. И вот сейчас впервые такая информация, она достаточно широко освещается, говорит о том, что возможно, скажем так, не все учтено, не все случаи учтены. Об этом, повторюсь, заговорили участковые врачи. Относительно того, сколько продлится карантин, появились новости о том, что вот-вот выйдет новый декрет, который продлевает на 10 дней срок действия карантина. Он продлит, скажем так, все позиции, либо какие-то позиции будут доработаны, что-то станет более строгим, что-то станет менее строгим. Им пока тоже непонятно. Возможно, на тот момент, когда я уже выпущу это видео, когда точнее оно опубликуется, уже будет ясно, наверняка найдутся зрители более осведомленные на момент выхода этого видео. Вы, безусловно, можете написать. Единственное, что я вас очень прошу, не обвинять меня в недостоверности информации. Моя информация более чем достоверна, я хорошо готовлюсь к своим видео, и мне очень хочется, чтобы зрители, которые живут в других странах, достаточно, скажем так, имели большой кредит доверия к тому, о чем я рассказываю. Сейчас, поверьте мне, я готовлюсь к видео, но, повторюсь, какая-то информация обновляется час от часа, и когда видео уже опубликовано, возможно, будет действительно более точная информация относительно, допустим, мер карантина, насколько строгими они останутся для всех граждан, для всех производств, и как все это будет происходить. Но здесь и сейчас известно, что до 3 апреля вся Италия должна была выйти с карантином, и карантин продевается на 10 дней. Мне очень было интересно прочитать выдержки заявления о том, почему не были приняты меры, подобные тем, которые были приняты в Китае. И на самом деле, прочитав эту статью, это интервью точнее, я могу сказать, что у меня уже называются мурашки по коже, я очень рада, что в Италии итальянское правительство, представители правительства озвучивают подобные вещи и заняли на такую позицию. Было сказано, что в Италии уже более 70 лет демократия. Определенные меры, которые были возможны для Китая, они невозможны в условиях Италии. Говорилось о Италии, но я думаю, что мы многие понимаем, что для многих стран те меры, которые были применены в Китае, они на самом деле невозможны для очень-очень многих стран, которые действительно идут несколько дольше и несколько более эффективно по пути демократии, где действительно определенные вещи принимаются, определенные решения, точнее, принимаются сообща, определенные решения принимаются так или иначе, учитывая интересы людей, самых обычных людей. И опять же принимаются решения, учитывая, как все это может повлиять здесь и сейчас на конкретных, прежде всего, людей. И я полностью согласна с тем, что итальянцы сделали очень-очень много, они отреагировали абсолютно своевременно. Я остаюсь при этом мнении, как человек, который живет в регионе, который когда-то, возможно, даже и сейчас является красной зоной, либо, может быть, вот-вот снова объявлен красной зоной. Я живу в регионе, который на третьем месте по количеству зараженных, по количеству смертей. И тем не менее, я считаю, что то, что сделано было в Италии, было сделано своевременно и было сделано совершенно адекватно. И могу сказать, что очень многие сейчас, опять же, посмотрев на то, что происходит в Италии, что происходило в Италии, вошли в более жесткий карантин. Но я остаюсь при мнении, что это произошло не потому, что правительство других стран, что называется, более молодцы и более точно смогли среагировать и скоординировать движения. Это произошло прежде всего потому, что весь мир смотрит сейчас на Италию и наблюдает за Италией и имеет возможность воспользоваться примерами двух стран, которые на данный момент больше всего пострадали. Это, конечно же, Китай и их меры, и их способы борьбы, и, конечно же, Италия и их меры и способы борьбы. Появилась информация о том, что, да, медики, которые были, которые прибыли из России в количестве 150 человек, прибыли в Бергаму и будут работать непосредственно в госпитале Бергаму. Вот такая статистика на данный момент имеется. Это, наверное, самый удобный график, который я встретила за все время. Он опубликован как раз-таки тем центром по сбору информации и обработке информации, которая также подтвердила, что, да, есть тренд на спад, прежде всего в том, что касается выявления положительных на коронавирус людей. Что мы здесь видим? Мы видим 31% людей, это люди, которые попали в госпиталь и остаются в госпитале, и у них имеется симптоматика. 41,5% людей находятся, конечно же, у них был подтвержден коронавирус, они находятся в добровольной, получается, домашней изоляции. 12% это зеленый кусочек, а это люди, которые выписаны и которые выздоровели. Кстати, выздоровел пациент Ной, наверняка вы уже слышали, наверняка вы слышали, что он думал, что он один заболел, пока находился в больнице, и был удивлен увидеть, что весь мир сейчас болеет, и вся Италия, ну не вся Италия, действительно, очень многие болеют. И он обратился к людям и сказал, вы должны оставаться дома. Таковы были его слова, которые он адресовал людям, как только он оказался дома. 9,9% это люди, которые пострадали от коронавируса и погибли. И 4,9% это процент людей, которые находятся в интенсивной терапии, как и находился долгое время, внимание, пациент 1, пациента 0, так и не нашли, и который выздоровел, сейчас благополучно вернулся домой. Также вернулась домой и выздоровела первая женщина, ей, если я не ошибаюсь, вот я сейчас постараюсь найти, 59 лет, то есть она находится в возрасте, который, безусловно, попадает в группу риска. Это первый пациент, на котором был применен препарат, я даже выговорить его не смогу, наверняка вы о нем слышали, это антиревматоидный препарат. И также появилась информация о том, что же такое коронавирус. И мне было очень удивительно увидеть заявление о том, что помимо того, что пока неизвестно, как этот вирус, которым болеют в том числе и мыши, но на самом деле не только летучие мыши, как он попал на человека, как он передался человеку, этот штамм пока еще непонятно до сих пор. Но я встретила заявление о том, что коронавирус не является грипповой инфекцией, а является прежде всего острым респираторным заболеванием. Вот так вот было опубликовано, и повторюсь, это все было опубликовано на официальном сайте. Я стараюсь избегать. Кстати, большое спасибо всем зрителям, кто дает мне ссылки на теленные статьи, статьи на разных языках. Люди знают, что я могу освоить информацию на английском, на испанском, по крайней мере я могу ее воспринять, хотя я не говорю хорошо на этих языках. Большое спасибо всем. И в том числе у меня была одна интересная ссылка, но могу сразу сказать, что вы эти ссылки не видите. Сейчас огромное количество ссылок, тем более ссылок определенного характера, уходит в спам. Не только у меня, у любого автора, а также, как уходит в спам, определенные комментарии. Очень часто мне пишут, Яна, где мой комментарий. Да, определенные комментарии агрессивные, не только в отношении меня, но и других зрителей, я удаляю совершенно точно, этого не скрываю. Но некоторые комментарии, которые содержат на самом деле какую-то даже положительную информацию, но определенные, скажем так, слова и словосочетания, они уходят автоматически в спам. В спаме у меня сейчас больше 200 комментариев, и мне нужно их одобрять шаг за шагом. Каждый просматривает, и достаточно трудоемко, но я стараюсь это делать своевременно. Так вот, мне была дана ссылка на англоязычную статью, где упоминается автор. Это очень важно, чтобы хотя бы автор упоминался, уж если не источник, с которого взята эта информация, чтобы люди могли сами оценить, насколько этому источнику можно доверять. И здесь тоже в Италии говорится о том, что, внимание, среди заболевших женщин и заболевших мужчин, мужчины болеют сложнее, мужчины болеют с более тяжелой симптоматикой, и также это оказывает, возможно, последствия на их репродуктивную функцию. И пока это только гипотеза, пока это только то, что заметили, но факт остается фактом, что действительно на мужчин коронавирус, коронавирусная инфекция действует иначе в плане тяжести. Поэтому, дорогие мужчины, будьте, пожалуйста, аккуратны. Информация немаловажная для меня, что продлили до 15 июня все виды нажительства. Если вы не живете в Италии, возможно, вы не знаете, что после истечения вида нажительства, вид нажительства, а также все санитарные карты, то есть все медицинские карты, медицинская страховка, как возможно принято говорить, действуют еще 6 месяцев. Так вот, этот срок начнется для всех нас, у кого в этот период истек вид нажительства. Кстати, в квестуру изначально мне было назначено без, скажем так, всякого опоздания. Два года назад мне было назначено на июнь, а в этом году мне назначили на май. Потом прислали сообщение, смс, что перенесли на июнь наш визит. И вот сейчас вышла информация, что эти 6 месяцев для всех нас, людей, попавших в этот период на обновление вида нажительства, он начнет действовать, начнет течь именно с 15 июня. Но у меня подозрение, что еще продлят, потому что просто не справятся органы с таким количеством документов, которые необходимо будет доработать. И сегодня мне позвонил врач, который занимается прививками, рассказывал, что Егор не успел сделать прививку, и нам перенесли прививку на июнь. И могу сказать, что я сразу объяснила нашу ситуацию, что у нас экзамены, возможно, непонятно, как все это будет в июне. И мне дали большое количество дат, сказали, пожалуйста, выбирайте так же, как и время, когда бы вы могли и хотели с ребенком приехать. По поводу... Так, что у нас еще есть? Также новость, которую прямо-таки вот недавно-недавно мы получили, заключается в том, что запретили строительные работы. И могу сказать, могу подтвердить, что в нашем городе строечки, они действительно продолжались. Мы с мужем удивлялись, как вот так люди, в общем-то, работают. Тут, видишь, крышу ремонтируют. Кто-то даже слышал, я записывала влог на улице и даже сказала, что кто-то, по всей видимости, работает. Так вот, с сегодняшнего дня запретили, запретили. То есть эти люди тоже входят в карантин. Поэтому мы все-таки идем по пути ужесточения карантина. И хочу сказать, что скоро я выпишу видео, на самом деле я не являюсь психологом, но я очень призываю своих зрителей посмотреть это видео, в особенности тех, кто чуть-чуть паникует, кому некомфортно от той ситуации, которая происходит. Я как человек, который уже больше месяца, наверное, в данный момент, сегодня 25 число, нахожусь в карантине, мне есть чем с вами поделиться. Однажды на меня накатила паника, я расскажу, как я с этим справилась. И да, в ломбарде я нашла информацию, что, опять же, меня одна зрительница спросила, яна, оказывается ли какая-то психологическая помощь. И по комментариям я вижу, что многие люди нуждаются в психологической помощи. Я надеюсь, что это видео им поможет не паниковать прежде всего. А в ломбарде была организована горячая линия, там работают психологи. Им можно туда позвонить и, в общем-то, поговорить с психологом, прежде всего, чтобы снять вот эту нарастающую панику, которая не должна нарастать, потому что мы все должны знать, что есть такой эффект плацебо. Когда мы верим во что-то, что это хорошо, что это работает, что, допустим, мытье рук, оно тщательным должно быть, и это очень-очень обезопасит нас всех, вот когда мы в это верим, это и работает. Не забывайте об эффекте плацебо, не позволяйте себе паниковать, потому что паника – это также и дополнительный стресс, который, безусловно, снижает наши защитные функции. Новость, которая на самом деле оставила меня очень, даже не знаю, как я сейчас ее зачитаю, наверное, после этого я остановлю съемку. В Милане строится, мы по-русски говорим, детский дом, некое место, где будут проживать дети, чьи родители и чьи родственники находятся сейчас в больницах. Вот Италия – страна, которая не имеет детских домов. Это реальность Италии, которая, допустим, непонятна России. В России очень много детских домов, а в Италии их нет. Я не знаю, как по Европе, у меня есть дети из разных стран, напишите, есть ли детские дома в ваших странах. В Испании у меня очень много зрителей есть, в Швейцарии очень много зрителей меня смотрят. Но могу сказать, что в Италии нет отказных детей и строят вот такое, скажем так, организовывают место, где будут проживать дети разных возрастов, а также персонал с ними будет проживать, который на время того, что происходит и то, что случается, и кто-то хотя бы из одних родителей не выпишется и не выздоровеет, они будут находиться, дети, вот в этом центре. Будут ли туда свозить всех детей, которые по Италии оказались в такой ситуации, либо это будет центр только для Милана, а рядом с другими городами, где будет такая необходимость, построят новые дома, пока непонятно. Я говорила вам, дорогие зрители, что определенные вещи отданы на откуп коммуни, отданы на откуп мэру, как мы бы сказали по-русски. Но, опять же, меня смотрят зрители из многих стран, у каждого эта система административная может очень сильно отличаться в каждом государстве. Так вот, могу сказать, что Питченц – это первый город, который до 3 апреля приостановил, скажем так, работы озеленительные. Я, наверное, по-другому перевести не могу, но это элементарная забота дворников, а также садовников о зеленой территории города. То есть это парки, скверы, различные дорожки и так далее. Я, помните, делала влог и говорила, что меня очень порадовал город. Он был очень-очень ухоженный, были высажены цветы. И у нас в городе пока эти работы не приостановлены. Буквально вчера, хотя записываю видео сегодня, сегодня уже может быть все иначе, но вчера я видела, как у нас три для травы. Это было очень хорошо видно, очень хорошо слышно. И могу сказать, что Питченц – это первый город, который до 3 апреля приостановил в том числе и эти работы. Но в этой заметке есть ссылка все-таки на декрет, что эти работы не являются чем-то, что производит, не являются производством, которое производит, а также не являются тем, что должно работать в силу некой эмердженции, то есть в силу некой острой необходимости. Поэтому у меня есть предположение, что во многих коммунах уход за парками и уход за скверами – все это будет приостановлено. Повторюсь, это включает работы садовников, а также работы дворников, которые позволяют иметь нам наш город красивым и чистым. Также возникает вопрос, он возникает в моих комментариях, точнее в комментариях под моими видео, он возник у меня. Вопрос о том, люди, которые выздоровели, обладают ли они иммунитетом? Пока совершенно, пока совершенно непонятно, обладают ли люди иммунитетом после того, когда они выздоравливают. Опять же, вот в этом отрезке снова фигурирует ссылка на то, что да, мужчины болеют тяжелее. Мужчины, насколько я поняла, даже чаще все-таки оказываются позитивными на коронавирус. Вот такая занетка в сводке, которая, я повторюсь, публикуется, обновляется каждый час, о том, что в Бергамо прибыли 150 врачей из России. И говорится о том, что это врачи, у которых квалификация очень высокая, это врачи-иммунологи, а также врачи, которые должны работать в реанимации. На сегодня, сегодня, мне кажется, все-таки четверг, я на самом деле даже не знаю, какая дата сегодня, все перемешалось на самом деле. Представить себе, что ты можешь жить жизнью, которой моя семья, например, живет сейчас, еще какой-нибудь месяц-полтора назад, было просто невозможно. И, кстати, хочу сказать такую интересную вещь, я повторю ее также в видео про панику, о том, что нам начали звонить наши знакомые друзья из России, предлагать даже место проживания. Позвонил один очень дальний, на самом деле, знакомый, давний знакомый, мы долго не общались, я вообще его никогда не видела, я с ним лично не знакома, который предложил нашей семье приехать, он живет не в Москве, приехать и пожить у него в доме. Возможно, он думает, что мы все продали в России, и нам негде было бы жить, за что ему, конечно же, большое спасибо, очень приятно. Но могу сказать, что накануне мы с мужем как раз-таки говорили о том, что никто из наших знакомых, из наших друзей не просто не позвонил и не предложил помощь, допустим, с билетами или еще какой бы то ни была помощь, никто даже не спросил, как же мы здесь живем, как же обстоят наши дела. И могу сказать, что, скорее всего, это произошло как раз-таки потому, что очень долго люди, по крайней мере, которые живут в России, действительно не представляли и не понимали, и, возможно, до сих пор не представляют и не понимают, что происходит здесь, здесь в Италии. Сейчас мы получаем достаточно большое количество вопросов о том, как же у нас тут дела, и, возможно, что-то нам нужно, за что, конечно же, я очень-очень признательна, но на самом деле я искренне желаю своим зрителям вот до конца не понять, не почувствовать, что может происходить, насколько долгим и тяжелым может быть карантин. Я на этом с вами прощаюсь, я надеюсь, что мы будем получать только хорошие новости, не только из Италии, из всего мира. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.